Представьте себя в роли художника, если бы вы могли нарисовать абсолютно любой предмет в игре и сразу же его получить. Сегодня я буду рисовать свой путь к прохождению Майнкрафта, но если Майнкрафт неправильно распознает мой рисунок, то у меня могут, знаете, появиться серьезные проблемы. Как я уже говорил, сегодня мы станем настоящими художниками, будем рисовать различные портреты, а Майнкрафт в свою очередь постарается их распознать. Да, это определенно значит то, что сегодня мы будем очень много рисовать, поэтому заранее хочу за это извиниться. Я, наверное, не тот человек, который супер хорошо умеет рисовать и вряд ли я могу подражать Пикассо, однако... Откуда у меня взялся чернильный мешочек в инвентаре? Неужели я буду реально рисовать этим чернилом? Нет, этим чернилом рисовать нельзя, но мне ничего не дали. Мне кажется, меня в этот мир отправили неукомплектованным, потому что мне забыли дать собой главные инструменты. О, настало время, испытание начинается. Окей, это уже что-то значит, в чате написалось, тебе это пригодится? И сразу под этих слов мне выдали мою кисточку, есть! Тот самый предмет, который мы будем сегодня рисовать, и в чате появилось новое сообщение. Испытание началось! Ты можешь пожелать всё, что угодно, а я постараюсь распознать твой рисунок. Только запомни одно простое правило. Чем лучше товар, тем больше риск. А жизнь у тебя всего одна. Ну неужели не может пройти хотя бы один ролик без того, чтобы меня запугивали тем, что у меня всего лишь одна жизнь? Знаете что? Мне выдали кисточку, а значит я готов. Я могу нарисовать уже абсолютно любой предмет, даже вымышленный предмет, и его получить. Давайте проверим, работает ли это так, как я хочу. Допустим, мы выбираем вот это дерево, нажимаем по нему правую кнопку мыши, выбираем разрешение максимально, и... Допустим, рисуем себе, не знаю, давайте нарисуем самое крутое, что мне приходит в голову, алмазная броня. Если вы не понимаете, что это, то это в принципе должно быть похоже на шлем, и надеюсь, что у меня это будет похоже на шлем. Потому что пока что-то немного больше напоминает недоразумение, но нет, в целом немного на шлем похоже. Добавим немножко блёсточек, как у настоящего шлема. И согласитесь, что такой рисунок Майнкрафт должен распадать, потому что в целом нарисовано было неплохо. Итак, отображается в чате обработка чертежа, и вау, посмотрите на этот шлемак. Не, на самом деле нарисовано реально хорошо, и йоу, кажется я нашёл, попробуй это. Мне действительно Майнкрафт выдал себе алмазный шлем, и знаете что, он ещё и зачарован, и йоу, я вроде не заказывал зачарованный шлем, это... зачарованный шлем? Без зачарований? Какой-то очень подозрительный шлем, у которого не отображаются зачарования, но давайте просто его наденем и... Стоп. Воу, 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 где мои сердечки? Что-то в этом мире не так, почему я надел шлем и мне, ам... Я предупреждал, тебе стоит быть осторожней со своими желаниями. Эх, а я уже реально рассчитывал на то, что сегодня буду рисовать себе какой-то космический самолёт, или хотя бы 10 зомби, которые веером меня будут охлаждать и... Подносить мне кокосовые коктейли. Однако не переживайте, это ещё не всё. Я сделал себе первый верстак, добыл себе достаточно много еды, и думаю самое время отправляться в шахту, хотя стоп. Зачем мне вообще нужно добывать ресурсы? Я совсем забыл, что у меня имеется супер волшебная кисточка. По логике я могу загадать всё, что пожелаю, и даже, не знаю, бесконечное количество алмазов, железа, нызерита, о! А почему бы мне не пожелать себе самого могущественного, что может быть в Майнкрафте? Это, эм, креатива! Для этого нажимаем прямо по верстаку, да, рисовать будем на верстаке, потому что к нему у меня максимум доверия. И что нам нужно нарисовать для креатива? По сути, просто саму команду? Сначала мы аккуратненько нарисуем дорожку самого чата, а потом бежим простецкую команду, которую Майнкрафт на моём сервере должен распознать. Это слэш гэээм пробел один. Если честно, мне немного страшно, но в целом команду я написал абсолютно правильно на сервере, он должен её распознать. Всё, я нажимаю «Готово». В чате отображается надпись «Обработка чертежа». И теперь мы просто ждём, посмотрите! О май гад, ваш запрос одобрен! Одну секундочку, подожди, где креатив? Мне выдали какой-то предмет, это, эм, ручной редактор мира. Что ещё за редактор мира? Типа, о май гад, ручной редактор мира. Выберите область, куб, один на один на один. Я боюсь, что я случайно сломаю этот мир, у меня появились какие-то, не знаю, белые обводки вокруг блогов. Я могу разрушать постепенно блоки. То есть вы хотите сказать, что если один на один я заменю, например, на другие значения, допустим, 10 на 10 на 10, то теперь у меня получается какой-то огромнейший кубка. Если я стреляю, я разрушаю целые чанки. Окей, это, конечно, безусловно, очень круто, но и в то же время очень читерно. Да, мне это нравится. Первый рисунок, и мы уже получили пушку, которая просто разрушает чанки. Посмотрите сюда, криперы, вы всю жизнь меня пугали. Пришло время вам отомстить. Так, аккуратненько, до свидания! Я его отправил, как говорится, в экскурсию посетить в Нижний мир, а мы пока что отправимся, потому что, оу май гад, мне выдался ещё один предмет, это атомная бомба. Видимо, когда я нарисовал команду креатива, мне выдали два предмета из креатива, которые в обычной Майнкрафте достать просто невозможно. Но знаете что? У нас уже наступила ночь, поэтому пора бы нам ложиться спать. Это было довольно-таки быстро, теперь мы кровать забираем и отправляемся рисовать дальше, потому что кисточка всегда при себе. Осталось только решить, что бы такого нарисовать, чтобы получить что-то супер грандиозное и необычное. Окей, давайте начнём с чего-то попроще. У меня довольно много еды, но она вся сырая. Что, если я сделаю себе что-то покруче? Например, нарисую себе торт или золотые яблоки. В целом, для этого мы просто убираем любой блок, даже тоже самое железо, и начинаем рисовать какую-нибудь еду. Например, можно нарисовать себе золотое яблоко. И, честно говоря, лучше на моё яблоко не смотреть. Ладно, давайте также нарисуем что-нибудь попроще. Например, будет обыкновенный где-то кусок хлеба тут лежать. И в целом, я попытался добавить немного теней, и на самом деле, вроде выглядит даже не ужасно. И теперь пришло время посмотреть, как Майнкрафт отреагирует на мой рисунок. У меня идёт обработка чертежа, и мне должны дать целый стак золотого яблока. Телепортация? Какая телепортация? Стоп, стоп, я заказывал доставку еды на дом, куда меня телепортируют? Меня телепортировали в воздух на высоту 192 блока, и я нахожусь на какой-то непонятной оранжевой платформе. Йоу, что это всё такое? Это какой-то паркур из блоков... Стоп, это похоже на сыр, это похоже на морковку. Мы бывали в паркур из еды? Типа, как именно это работает? Я нарисовал еду, и вместо того, чтобы мне дать еду, вы меня решили отправить на паркур с едой? Окей, полагаю, мне нужно пройти какой-то паркур, для того, чтобы получить свою еду. Йоу, окей, это непростой, наверное, будет паркур. И как мне его проходить с одним сердечком? Окей, пока что мы живы, и тут у нас какие-то движущиеся блоки, он отправляется вниз, погнали вместе с ним. Мы попали в какой-то мир из еды, где, судя по всему, нам нужно пройти какой-то паркур, для того, чтобы аккуратненько, возможно, заполучить нас кусок сыра. Но я не сыр заказывал! О, боже мой, я только что чуть не умер, ладно? Я не сыр заказывал, я заказывал золотые яблоки. Окей, аккуратненько прапаркуриваем сюда, и нам нельзя в этом паркуре облажаться, потому что, окей, это слишком опасно для меня, боже мой! Мало того, что мне дали одно сердечко, теперь мне еще заставили проходить какой-то паркур, и мне дали, оу, 8 кусков сыра, копьем и... Крысиный бургер! Тебе так важно знать, где мы взяли это мясо? А, нет, лучше не говорите. Это действительно похоже на то, что мы попали в какой-то паркур из еды, где меня поощряют едой. Ладно, я, в принципе, жаловаться не буду. Пройти, давай-давай, пробежали, найс! И перед нами сразу, йоу, открывается какая-то дверь! Во, оу, май гад, в какое-то крысиное логово! Я не с крысами пришел воевать, и, о, боже мой, уж тем более не с отравленными! Значит так, подруги, расходимся по дымам, потому что у меня имеется копье, и я могу вас ими убить. О, боже, вообще, они будут налетать на меня. Они сейчас будут все вместе налетать на меня, мне нужно просто от вас какие-то образы избавиться, они слишком шустрые! Они через шустрые, а у меня всего лишь одно сердечко. Окей, два удара копьем, но не-не-не, копье слишком слабо, я буду убивать его с топором, главное, чтобы они меня случайно не отравили! Не пускай в меня свой яд, крыса! О, не, боже мой, не прибежись ко мне! Похоже, нам нужно добить последних крыс, для того, чтобы нас выпастили отсюда, и знаете что? Осталась всего лишь одна крыса, давай на бицухах раз на раз! Хорошо, что она меня не атакует, а наоборот пытается от меня убежать. Это какая-то слабая крыса, с которой мы справимся очень легко. Берем копье в руки и кая! Далее у нас, оу, открываются ворота, нам даже не нужно было добивать крыс, ну ладно, тем временем, йоу, у нас уже наступил вечер, серьезно? Кстати говоря, нам здесь дали какой-то выбор, типа пойти налево или направо, давайте пойдем направо, посмотрим, что нас здесь ждет. Здесь какая-то платформа с сундуком, внутри сундука лежит, оу, блю-чиз и коса черной смерти. Окей, знаете что? Этот паркур мне начинает нравиться все больше и больше, несмотря на то, что тут опасно, здесь очень хорошие предметы, которые мне явно попозже пригодятся. Теперь же выжидаем блоки, и аккуратненько прыжок сюда, о боже мой, тихо, 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 все, я сделал это, и мне кажется, или я сейчас нахожусь на какой-то картошке фри. Как бы там ни было, съедаем наш блю-чиз, и аккуратненько отправляемся дальше в наше путешествие, и окей, опять эти механические блоки. Самое главное, чтобы здесь не было дальше каких-то, знаете, крысиных боссов, которые будут пытаться нас убить, и аккуратненько перепрыгиваем на крысиные блоки. Здесь еще один судок, и в нем лежит там книга и перо, вот это уже немного странно, что нам тут оставили? Налейте молоко в котел и подождите, пока оно превратится в сыр. Таким образом, вы выполните ачивку время сыра. Окей, то есть мы берем ведро с молоком и наливаем его сюда, после чего просто ждем, и да, мы получили только что ачивку время сыра. Теперь нам просто нужно подождать, и йоу, у нас реально превратилось все это в сыр. Так, забираем, и теперь у меня полноценный блок сыра. Молока в блок я съесть не могу, но если я его переделал в обыкновенный сыр, то да, теперь у нас появилась новая еда, ну а мы тем временем продолжаем проходить наш паркур, йоу, окей, вот это уже страшно, что это за блок такой? Нет, стоп-стоп, я передумал назад, назад, назад! Боже мой, как это пройти? Как это пройти? Боже мой, что я делаю? Что я на этом одном блоке делаю? Я не хочу падать, я не хочу падать вниз! Аккуратненько, не, не хочу падать, не хочу падать, не хочу падать. Боже мой, это было очень-очень страшно. Окей, мы пропаркурили до какой-то пиццы, и судя по всему, ее уже успел кто-то откусить. Ну давайте, посмотрим, что нас ждет хотя бы в этом сутоке. Давайте, снимите мой стресс хотя бы кресиным бургером. Кстати говоря, мне также выдали шлем Кованова, это тот самый босс, с которым я сражался пару дней назад. Его шлем, наверное, защищает хорошо. Тут есть еще один слух, в котором есть... Тем временем, выглядит так, как будто мы подходим к самому концу паркура, потому что после этого острова я ничего рядышком не вижу. Так, аккуратненько, пропрыгиваем сюда. И да, походу, это наконец-таки последний остров, да? Тут какой-то кусок стейка и просто кнопка, которая должна нас телепортировать обратно. Шеф-повар, беги или умрешь? В смысле, беги или умрешь? Эээ, какой еще шеф-повар? Я не понимаю, о чем вы... Оу май гад, оу нет, опять ты? Почему ты меня все время преследуешь? Боже мой, в прошлом ролике мне тоже пришлось с ним сражаться, но сегодня я вообще буду с ним сражаться с одним сердечком. Ага, окей, братишка, давай пообщаемся. Помнишь, мы с тобой недавно виделись, мы очень хорошо время провели вместе, мы не ругались. Ты знаешь, а ведь я действительно соскучился, да? О боже мой, такой кусок железа еще поискать нужно. Теперь мне придется снова просчитывать его удары, для того, чтобы нанести ему удар в спину в самый подходящий момент. Так, он делает два удара, и когда он будет бить топором пол, мы в этот момент должны будем аккуратненько его отбежать и сделать ему просто удар сзади. К слову, урон мы нанесли ему довольно колоссальный, потому что мы потратили больше половины его сердец буквально за... Давай, давай, один удар, еще один удар сзади, мы все... Найс! Просто посмотрите теперь на его здоровье. Мы оставили ему совсем-совсем мало жизней буквально на один удар. Давай, ударь своим топором. О боже мой, только что чуть меня не убил. Он замахнулся в меня сразу же два раза, и чуть меня просто не уничтожил. Окей, он начал замахиваться по два раза, а по даже по три раза. Он чуть меня только что не убил. Окей, давай, пожалуйста, ударь уже своим топором по земле. Главное, чтобы этот удар нанесли ему мы, а не он нам есть. Боже мой, мы только что его убили. Это было сложно, с одним сердечком тем более. Но мы получили шлем, который у нас уже и так был, и его оружие. Окей, знаете что? Это было гораздо сложнее, чем я мог себе представить. Ну ладно, мы выбрались из этого мира, наконец-таки вернулись в обычный. Получили очень много еды. И теперь в целом можем отправляться к следующему рисунку. Но, оу да, я еще и вижу деревню, поэтому почему бы не нарисовать что-нибудь там? Теперь же мы знаем, что нам нужно быть гораздо осторожнее, когда мы что-то рисуем. Потому что любой наш рисунок, любой портрет может превратиться в худший кошмар. Сейчас у меня небольшие проблемы, а именно с тем, что у меня очень мало жизни. И почему бы мне просто не нарисовать себе какую-нибудь помощь? Давайте нарисую себе своего собственного клона. Чувачок, который придет и поможет мне пройти сегодняшний Майнкрафт. Это будет Томка Геймс, да, тот самый ютубер, у которого почти 3,5 миллиона подписчиков. Почему почти? Ну, потому что еще не все подписались. Так что в целом, если вы не подписаны, то можете это сделать. Я пока что рисую какого-то клоуна. A few moments later. В целом, конечно, я бы мог сказать, что это выглядит неплохо, но... Зачем мне себя обманывать? Примерно приблизительно вот такой у меня получился персонаж. И если честно, мне стыдно, что это я. Пожалуй, на этом мои навыки заканчиваются. Поэтому все, нажимаем готово. Я больше не могу на это смотреть. Посмотрите на моего персонажа, а потом посмотрите на это. Нет, ну просто один в один. Ладно, если честно, этот рисунок, похоже, сработал. Потому что просто посмотрите, кто находится прямо сейчас сзади меня. Сзади меня гигантский тумыч! Я вроде как нарисовал себе какого-то клоуна. Но вместо этого у меня призвался какой-то огромный тумка в железной броне. Который еще и не кажется мне дружелюбным. Потому что мне кажется, до этого он за мной бежал. Ну так, Голем решил с ним справиться. Голем, хорош, давай! Он мне не кажется особо дружелюбным, несмотря на то, что у него мой скин. И Голем его только что уничтожил. Ладно, знаете что? Нам явно нужно быть в 100 раз аккуратнее, когда мы что-либо рисуем. Потому что пока что мои рисунки не особо такие успешные. В прошлый раз, когда мы рисовали на верстаке, нам дали вещи из креатива. Поэтому что, если мы попробуем еще что-нибудь здесь нарисовать? Итак, берем верстак, берем мою кисточку. И самое время нарисовать себе новую какую-то броню. Мы нарисовали алмазный шлем, мы реально его получили. Окей, давайте нарисуем еще какую-нибудь броню. Пусть это будет сразу полный комплект брони. Знаете, что-то типа незеритовый комплект брони. Или какой-то темный алмазный. Добавим немного серых теней. Если честно, это самая странная броня, которую я когда-либо рисовал. Да, это даже не похоже на незеритовую броню. Собственно, у меня в итоге получилась какая-то каша из непонятных цветов. Если честно, это какое-то недоразумение. Не смотрите, не смотрите на мой рисунок. Мне стыдно. Да, это выглядит очень страшно. И у меня идет какая-то обработка чертежа. Мне страшно, что Майнкрафт мне даст. Одобрено? Что именно у меня одобрено? Подожди, как вы это вообще смогли одобрить? Что вы мне одобрили? О боже мой, что это? Видимо, Майнкрафт как-то смог распознать эти предметы. Окей, эта броня выглядит еще страшнее, чем когда я ее рисовал. Знаете что? На этом же верстаке нарисуем себе новые предметы. Это будут инструменты для отправления в шахту. Я хочу нарисовать себе супер крутую кирку и супер крутой меч. Например, я могу спокойно нарисовать вот такую кирку. И добавить ей немного теней. А рядышком нарисовать меч. И интересно, поймет ли Майнкрафт, что мне нужно выдать сразу несколько предметов? Это, конечно, в целом мало-то похоже на то, что я хотел нарисовать. Потому что у меня была задумка нарисовать огненный меч и огненную кирку. А это больше похоже на огненное недоразумение. Ох, прости меня, о великий Майнкрафт и о великая кирка за то, что я вас такими нарисовал. Я не знаю, что Майнкрафт поймет от такого вот рисунка. Но я буду очень признанен, если... Одобрено? А на секундочку, что именно мне одобрили? Нет. Мне выбросили меч, мне выбросили кирку, и они выглядят абсолютно не так, как я нарисовал. Это что-то другое. Что мне выдали? Огненный меч и огненную кирку. О май гад, это именно то, что я хотел нарисовать. Огненный меч и огненная кирка. Да, я абсолютно не умею рисовать. Но по моему рисунку нашлись похожие предметы. Потому что эти предметы были ближайшими в списке, похожие на вот это. Интересно теперь проверить, как именно работают огненная кирка и огненный меч. Типа, неужели я просто ломаю блоки, и они поджигаются? Думал он, но на самом деле нет. Скорее всего, эта кирка просто моментально переплавляет все руды, которые я добываю. Поэтому быстренько ручным редактором мира очищаем территорию и пойдем найдем себе немного железа. Хоть я и думал, что это будет долго, но мы нашли это буквально за 5 секунд. Поэтому аккуратненько пропаркуем сюда и проверяем. Да, все, мы теперь моментально получаем переплавленное железо. И, наверное, по такой же логике, если мы кого-нибудь убьем этим огненным мечом, то, наверное, он будет поджигаться. Да, отлично! Мы нашли себе нормальное оружие, теперь у нас имеется коса, которая наносит много урона, и меч, который всех поджигает. Раз вот в Майнкрафте так много оружия, я решил, почему бы не скрафтить себе настоящую пушку. Не знаю, это будет какой-нибудь дробовик или что-то похожее. И я, если честно, не уверен, что это правильно подходит под описанием дробовика, но вроде как что-то подобное у меня получилось. Окей, в целом на этом можно остановиться. Я думаю, что Майнкрафт поймет, что я до него пытаюсь донести. Это либо революер, либо дробовик, и любой вариант в целом меня устроит. И Майнкрафт, кажется, я это одобрил. Да ладно, Майнкрафт, ты меня удивляешь все больше и больше, мы получили сумасшедшего жителя. Секундочку, а где мой дробовик? Алло, Майнкрафт, ты немножко неправильно понял, я говорю оружие... Ладно, все-таки это было оружие. Тогда интересно, что будет, если нарисую обыкновенный просто алмаз? Типа, я просто нарисую алмаз, вроде как это не самый драгоценный предмет в игре. Нарисовать его достаточно просто, и вроде Майнкрафт не должен его ни с чем спутать. На всякий случай, для красоты, мы давай немножко теней. И я очень надеюсь, что Майнкрафт поймет, что это алмаз, а не какое-то яйцо дракона. Хотя, подождите, что если мы проверим еще одну функцию? Что если мы напишем, допустим, 64? Нажимаем теперь готово, и в Майнкрафте отображается обработка чертежа. После чего, вполне вероятно, мы что-то получим. Давай, я хочу получить свой алмаз. 64. Отказано? О май гад, в смысле отказано? Мне только что выдали какой-то бракованный алмаз? Окей, кажется, Майнкрафт понял, что я хотел нарисовать алмаз, и он как будто нарочно, специально не хотел мне его отдавать. Он дал мне какой-то алмаз наполовину сломанный. Окей, давайте в очередной раз проверим, как хорошо Майнкрафт меня понимает, насколько хорошо налажена у нас связь. Допустим, мы уже получили огненную кирку, но что если я хочу пойти дальше, получить какую-нибудь радужную кирку? Это получается кирка, основание которой, например, будет из одного цвета, а внутри она будет абсолютно из другого. Уж надеюсь, Майнкрафт поймет, что это кирка, а не какой-то гриб. И все, места больше не осталось, и это супер странный рисунок. Окей, я уже пожалел, что это нарисовал. Просите, ребята, что вам пришло за это смотреть, и ёбли, что-то выдали. Кажется, ты разучился рисовать? Подождите, меня только что оскорбил Майнкрафт. Эй, это не смешно, серьезно, это реально не смешно. Я реально старался нарисовать радужную кирку, но это было не так уж и просто. Вместо этого я получил разрушитель лабиринтов. Я более чем уверен, что он что-то умеет делать, но судя по всему, он не копает большие расстояния, он просто, возможно, копает какие-то супер прочные блоки. Кстати, я только что обратил внимание, что у меня почему-то восполнились все мои жизни. Я не знаю, баг это Майнкрафт или так и задумано, но мне восполнили все мои сердечки. Жаловаться такому явлению, разумеется, мы не будем. Однако, давайте, несмотря на то, что у меня много жизней, нарисуем предмет, который явно мне поможет. Это будет тотем бессмертия, и это явно предмет, который нам пригодится в любой ситуации. Однако, если честно, я вообще не знаю, как его рисовать. Полагаю, это что-то похожее, но я... Кого я обманываю? На это просто невозможно смотреть. Все, прости, житель, не смотри на то, что я нарисовал. Это должен быть тотем бессмертия, я не знаю, сверху у него какие-то треугольники. Я, если честно, не помню, как выглядит тотем бессмертия, и... Мне выдали любопытную корону? Каким именно образом вы здесь увидели любопытную корону? Ааа, стоп, сверху вы видели вот эти штуки и подумали, что это корона? Окей, давайте попытаемся нарисовать кое-что более полезное. Так, раз мы уже разрисовали этот верстак, то, наверное, на нем и продолжим. И нарисуем сейчас кое-что, что мне очень сильно пригодится. Исходя из цвета, можно уже примерно понять, что это. Потому что я планирую нарисовать каким-то образом портал ватт. Честно сказать, я... Ой, как не уверен, что это похоже на портал ватт. Но в целом, Майнкрафт, ты меня понимаешь с полуслова. Сразу же понятно, что это не розовое солнце. Ну камон, что еще это может быть, если не портал ватт? Давай, окей. Пожалуйста, обработайте чертеж успешно. Если мы сейчас получим портал ватт, это будет настоящая многоходовочка. Итак, три, два, один. Одобрено! Я кое-что реально получил. Это очень похоже на портал ватт. Но это больше похоже на предмет портал ватт. Стоп, это питомец адский портал. Окей, по крайней мере, да, это действительно портал ватт. Окей, нас телепортировал ватт. О май гад, мы чуть не умерли. Это действительно портал. И если честно, я в шоке, что Майнкрафт это распознал. Знаете что? Самое время нам найти здесь крепость. И как раз-таки раздобыть немного блейзовых палочек. Однако, для этого нам, в принципе, может помочь наша кисточка. Я могу, наконец-то, нарисовать себе нормальную, более крутую броню. И на этот раз я шутить не буду. Это будет настоящая незеритовая броня. Но нужно ее как-то хорошо нарисовать. Я очень, если честно, не уверен, что это вообще похоже на какую-то броню. Но, если я не ошибаюсь, что незеритовая броня должны быть какие-то то ли красные, то ли фиолетовые линии. Крайне надеюсь, что Майнкрафт поймет, что я пытался до него донести. Потому что это вряд ли похоже на то, что я хотел нарисовать. Но давайте еще, знаете что? Добавим еще какое-нибудь яблоко. Я точно знаю, что существуют моды с незеритовыми яблоками. Поэтому, на всякий случай, рискнем и, по крайней мере, его нарисуем. А дальше уже все на совести Майнкрафта. Одобрен он это или нет? Это выглядит очень страшно. Я бы сам, наверное, такой не одобрил. Однако Майнкрафт, внимание. Что-то выдал мне, да ладно, он выдал мне броню. Но это огненный нагрудник. Это не совсем то, что я заказал. Но, в целом, это выглядит неплохо. Да, это очень похоже, кстати, на то, что я нарисовал. Это какая-то супер прокачанная незеритовая броня. Тем временем, мне кажется, уже нашел крепость. И осталось только в нее зайти. Однако, знаете что? Я забыл с самого начала нарисовать предмет, который просто нужно было нарисовать с самого начала. Предмет, который поможет нам при любой абсолютной ситуации, в любой проблеме спасет нас. Наверное, самое могущественное оружие, которое придумало человечество. Это перчатка бесконечности. Я, конечно, не скажу вам, что я супер художник, потому что я крайне сомневаюсь, что у меня нормально получится ее реализовать. И такое впечатление, как будто, знаете, мои навыки художника вдруг просто взяли резко и закопались. Причем очень глубоко. Самое главное, разумеется, реализовать все камни бесконечности. Сначала сделаем синий, потом сделаем красный. После него сделаем, допустим, зеленый. Я точно не помню, если я делаю в правильном порядке. Но потом пусть будет оранжевый и последний фиолетовый. И все, я знаю, что Майнкрафт, скорее всего, думает, что я сошел с ума. Но хотя бы последний рисунок мой, пожалуйста, пойми. Это должна быть перчатка бесконечности. О, подтверждено, секундочку. О, Майнкрафт мне что-то дал. О, май гад, что-то есть похоже на перчатку. Причем это действительно очень-очень похоже на перчатку. Секундочку, это и есть перчатка бесконечности. Правда, выглядит она как нарисованная, потому что, в принципе, она такой как раз-таки и является. Но давайте посмотрим, что умеет делать эта перчатка. О, окей, так, какие-то частицы вижу. Я вижу какие-то частицы, и она разрушает за меня блоки. Судя по всему этим оружием, мы фритов убьем, потому что... О, да, она наносит им урон, причем довольно хороший, и они умирают почти моментально. Кстати, я только что обратил внимание, что пока я обиваю блейзов, посмотрите, сколько на меня наложили эффектов. На меня наложили бесконечное количество положительных эффектов. Да, обиваем тем временем фритов их же собственным оружием, а именно огнем. И у меня 6 палочек, осталось всего лишь одна. Но я тут подумал, а зачем мне добывать эндерперлы для прохождения Майнкрафта, если я все это могу нарисовать? В теории, я могу взять свою кисточку и нарисовать что-то, связанное с эндердраконом, чтобы, возможно, меня туда телепортировало, так же, как мы сделали с порталом в ад. Я могу взять необходимый мне цвет, а именно зеленый, и попробовать самому нарисовать себе портал в энд, но я не знаю, правда, если такое сработает. Однако, делайте, как говорится, ваши ставочки, потому что мы выкладываем ровно 1, 2, 3, 10, 11, 12, все, мы выложили все нашего кандера, и все, что осталось, это, как говорится, самостоятельно запустить свой портал. В целом, это должно быть хотя бы немного похоже на портал в энд, и надеюсь, что у меня это хотя бы получилось. Я даже не знаю, чего еще добавить, потому что постройка уже идеальная, вернее, рисунок. И, к слову, у меня это образилось отказанно, но при этом мне выдали какой-то меч, эм, что? Я же нарисовал его супер идеально, да ладно, неужели мне реально не понял Майнкрафта? Он выдал мне какой-то пространственный нарушитель. Какой же пространственный нарушитель? Это же не портал в энд, который... О май гад, мне кажется, это как раз-таки портал в энд Кажется, я могу выбрать любое измерение И туда телепортироваться, например, нажмём на энд Оу, да, есть! Я смог телепортироваться в энд благодаря мечу пространственного нарушителя И знаете что? Этот меч позволяет мне телепортироваться в абсолютно любое измерение С таким мечом особо и не нужен портал в энд Однако вопрос, а мощнее ли он, чем мой обычный меч? Да, он даже мощнее Хотя для хорошего урона у меня, конечно, есть перчатка бесконечности Но сейчас мы продегустируем всё наше оружие на эндер-драконе Для начала проверим, нанесёт ли моя перчатка бесконечности урон нашему дракону Если я буду нажимать по нему правой кнопкой выше О, стоп, да ладно, мне кажется, я его убиваю Мне кажется, я его убиваю Да ладно, я убил его! Без какого-либо другого оружия Даже не успел остальное всё протестировать Я убил его просто перчаткой бесконечности Не зря я говорил, что это самое мощное оружие Я оказался прав, и мы сегодня, ребята, нарисовали нашу победу в Майнкрафте Поэтому, если вам понравилось, смотрите ролики, которые прямо сейчас у вас на экране Они тоже классные И всем пока!